В красноярских многоэтажках появились подземные убежища. Объявления жители обнаружили на своих дверях своих подвалов, в которых на случай экстренной ситуации и предстоит укрываться. Импровизированные бункеры красноярцы уже обсуждают в социальных сетях. В новой системе укрытий разбиралась наш корреспондент. Если у вас на подъезде написано, значит там есть и вода, там все есть. Ну то есть все там вода, тепло, электричество, да? То есть там какой-то генератор поставить или что? Да. Так одна из управляющих компаний объясняет внезапно появившееся убежище в подвалах красноярских домов. Теплые, удобные и закрытые. Они заняли помещения подвалов и подземных парковок. Об этом жители многоэтажек оповестили через расклеенные объявления с номером аварийной службы и припиской, как на улице Рванцево. Ключи находятся по адресу Алексеева, 25. Это как минимум в 15 минутах ходьбы. В случае чего аварийная служба якобы успеет открыть все укрытия. Но местные жители относятся к этому со скепсисом. Мне кажется, это не для экстренных ситуаций такие подвальные помещения. То есть не предназначен по вашему? Мне кажется, нет. Ну я не знаю, там не было. Может, конечно, что-нибудь оборудовали, что-нибудь сделали, но мой взгляд, маловероятно. Бомбоубежище – это какой-то укрепленный монолитный дзод должен быть. Да, здесь наши подвалы сделаны из таких же плит, как наши дома. Я не думаю, что они какие-то безопасности несут. Даже не могу ничего сказать, потому что вот впервые благодаря вам обратила внимание. Но хочу сказать, желаю, чтобы оно нам всем не понадобилось. Особенно в пригодности своих подвалов для укрытий сомневаются жители старых домов, как, например, многоэтажка 42Б на 9 мая. В случае экстренной ситуации, когда может понадобиться бомбоубежище, жители окрестных подъездов должны будут спасаться именно здесь. В этом, казалось бы, обычном подвале необходимо будет всего лишь скрыть вот этот вот обычный гаражный замок. Ключи людям выдадут. Как утверждает управляющая компания, именно здесь есть все необходимое для выживания людей. Как ни странно, не все старые подвалы признали подходящими для укрытий. Через подъезд от убежища, надежно закрытого металлическим листом, находится точно такое же помещение, но уже без объявления. Такое решение принял в ноябре еще оперативный штаб, созданный для реализации мер, связанных с введением в Красноярском крае и режима базовой готовности. Поэтому управляющие организации совместно с районами и администрациями должны выявить такие помещения, которые могут быть в теории пригодны для укрытия людей в случае опасности. Действующих с советских времен бомбоубежищ в городе 37. Сколько таких вот обозначенных в теории пригодных подвалов в Красноярске чиновники не обозначает. Но говорят, что пугаться не стоит. Поиски подходящих мест проходят на всякий случай. Проверять же окажутся ли готовы закрытые помещения, где раньше можно было представить разве что бомжей и кошек, скорее всего не придется. Дмитрий Заднепрянов, Станислав Никифоров, 7 канал.